Всем цветочный привет от Адувана! Сегодня видеоотчет о результатах опыления кливии. Мои постоянные зрители помнят, что год назад я показывала, как нужно опылять цветки кливии, чтобы получились долгожданные семена. Ссылочка на видео будет в первом комментарии. И вот почти год спустя я получила три долгожданные семенные коробочки. Как определить их зрелость? Во-первых, по цвету, если цветы были желтые, тогда зрелые семенные коробочки будут темно-желтого цвета. У меня данная кливия оранжево-красного цвета, следовательно и цвет семенной коробочки такой же. А еще на ощупь они мягкие. После снятия семенных коробочек цветонос лучше убрать, чтобы дать растению отдохнуть до следующего цветения. В самой маленькой семенной коробочке, как я и думала, ничего нет. Скорее всего, она бы и сама засохла в скором времени. Средняя коробочка стандартного размера для одного семечка. А вот что в большой, это настоящая интрига. Итак, смотрим. Ииии... Целых пять семян. Ничего себе! Целый клад сокровищ от растения, которое растит свои семена около 10 месяцев. Почти как ребенка выносить, так нелегко этой растюшке дается рождение новой жизни. Итак, семена добыты, но это только начало. Теперь вы прорастите их. Это мой первый опыт с семенами кливии, так что буду экспериментировать. Часть семян посажу в торф, накрою пленкой и поставлю в теплое светлое место. В интернете нашла информацию, что проклевываться эти семена могут до двух месяцев. Другую же часть семян я подсажу в мох с фагном, во флорариум, с моими акварельными писциями. И теперь осталось дождаться, прорастут ли эти сокровища. Так что запаситесь терпением, подписывайтесь на мой канал и ждем результатов вместе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!